здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня вот после наступившего нового года у нас есть прекрасная возможность отправиться в космическое путешествие потому что ну через меня во первых я нахожусь в студии с чеком который там был а во-вторых через меня через нашу камеру через наших операторов вы тоже наверняка сейчас почувствуете себя в каком-то великолепном как говорится бесконечном пространстве у нас в гостях елена олега носирова российский летчик космонавт герой россии депутат государственной думы федерального собрания российской федерации 7 созыва она несоветник губернатора московской области в ранге министра здравствуйте елена олега здравствуйте первый вопрос что самое страшное в космосе космонавты проходят достаточно серьезную подготовку и в том числе психологическую подготовку как если из видов вот этих вот мероприятий до подготовки могу сказать специальная парашютная подготовка которая в общем это позволяет выявить насколько ты можешь быстро принимать ответственные грамотные решения в стрессовой ситуации в условиях дефицита времени в том числе и вот эта подготовка она позволяет нам скажем так очень хорошо управлять своими эмоциями чувствами и всем остальным потому что космос это не дружественная для нас среда мы понимаем с вами что если человек окажется в космосе без скафандра ну он там не окажется уже да то это будет очень непродолжительный непродолжительный период времени с ребятами когда встречаюсь с молодежью особенно часто я объясняю вопрос задаю вопрос какая толщина станции и корабля вот и не начинают там метр 3 метров фантазия уже не понимаешь что это опасно и должно быть что-то очень толстая стенка я объясняю это 3-4 миллиметра алюминиевого сплава и год как как вы может быть да то есть вы понимаете что мы я к чему это все рассказываю к тому что мы находимся конечно же не в благоприятных условиях и достаточно в опасной обстановке когда существуют и микро метеоритная опасность и ряд других факторов которые угрожают могут угрожать главное здоровье понимаем так конечно это все сознаем но самое главное уметь справиться со своими страхами ведь мне спрашивают вот человек вот может не бояться огонь и от не может не бояться более того сейчас не боится с ним что-то не в порядке психологически потому что ну это ненормально когда человек ничего не боится но когда человек умеет справляться со своими страхами вот это уже совершенно другая история то есть ты управляешь своими эмоциями своими мыслями в какой-то критической ситуации и как финал ты грамотно решаешь или находишь выход из сложившейся ситуации полетев туда вы опередили время или наоборот вы же где-то у себя немножечко добавили себе в жизни времени или наоборот сократили вы знаете это сложно сказать потому что наверное один бог знает что как как мы сколько будем жить и вообще как это все будет происходить вот и тем не менее любопытный эксперимент проводились проводился в то время когда у нас был годовой полет михаил корниенко летали скотт келли вот американцы проводили такой эксперимент у скота келли здесь на земле оставался брат близнец и они в параллели выполняли одни и те же работы запланированы на станции эксперименты и так далее фактически проживали одновременно скажем так ну одну и ту же жизнь только один здесь на земле другой на станции когда скотт келли вернулся там естественно брали пробы кровь анализы биологические до материала соответственно изучали и что они выяснили что у него теломеры скажем так количество теломер увеличилась вы понимаете что к теломеры ну то есть получается что как бы у него и жизнь удлинилась и дом в космосе правда через какой-то период времени это все вернулось на место и тем не менее вот этот вот кусочек он имел место быть то есть вот тут это увеличение теломер то было прыгнуть немножко вперед ну вот считается до его с тех пор считается в космосе человек как бы более ну скажем так более продляет свою молодость наверное это где-то так но я думаю что связано это как раз микро гравитации потому что по возвращению на землю я почувствовала насколько здесь живут сильные люди когда корабля да вы видели как космонавтов достают из корабля почему потому что действительно вот этот груз тяжести которая наваливается после полугода невесомости это очень еще тема история и а ты понимаешь насколько сильные люди здесь живут мы когда с вами ходим доходим побегаем прыгаем но там еще что-то делаем мы не задумываемся сколько усилий мы тратим на то или иное действие вот а когда ты возвращаешься из космоса ты задумываешься то что понимаешь что у тебя уже организм отвык от тех усилий которые надо прикладывать там же все очень легкие движения интересно получается да получается что там быть даже попробовали себя в легкости немножко при всей сложности что там было ли тело было легким но она все равно не перемещаешься ты перемещаешься по всему пространству станции то есть здесь мы с вами ходим вперед назад да и поворотные движения какие-то так условно там ты можешь использовать весь объем до весь объем станции это тоже огромный огромный бонус потом что-то там переместить очень тяжелый объект потому что все равно тяжести на никуда ну как сказать она она по факту он как был тяжелый так и есть только он плывет вот этой тяжестью его не притягивает к новому не надо так тянуть до его надо просто толкать все это делается очень плавно и для этого не нужно какие-то сумасшедшие усилия это тоже присутствует опять же это облегчает определенным в каком-то смысле работу до в космосе хотя микрогравитация она не очень хорошо все равно влияет я так считаю на здоровье но тем не менее но хотелось бы что-нибудь на земле такое сделать где что просто так легко передвигать его фантазируем сдавали или поздно когда-нибудь придумают ученые наши антигравитацию антигравитацию да и какой-нибудь бог устройства я думаю что это все в любом случае рано или поздно будет открыто определенные физические законы не это будет огромным бонусом тогда исчезнут строительные краны для того чтобы строить до дома который периодически к сожалению падают а так будет гораздо проще вариант это сразу же изменится автопарк это будут машины некоторые не будут ездить по дорогам а будут назад будущее фильм вспоминаем ну и можно фантазировать здесь до бесконечности собственно то есть даже может быть и человек сможет как может в каком-то специальной одежде или капсуле летать космос действительно нам дает какие-то результаты уже сейчас исследования космоса или это по-прежнему дорогостоящая прогулка в космос но любой любая научная деятельность любой если любая сельская деятельность это игра в долгую и действительно очень многие достижения которые были получены для космических разработок они сейчас используются у нас бытом и они даже не в общем-то не догадываемся не задумывай тот же тефаль это все космические разработки вот много чего да много-много чего еще и тем не менее так как там уникальнейшая среда мы проводим космонавты проводят огромное количество научных экспериментов вот я сказала что мы еще толком ничего не знаем на самом деле и как говорил мой преподаватель физик бреус московского авиационного института будет ребята все подвергайте сомнению внимательно думайте вообще анализируйте нас ждут новые открытия потому что физика еще толком ничего не знает на самом деле я абсолютно с ним согласна просто когда мы проводили определенные эксперименты например плазменный кристалл тот же по исследованию свойств плазмы когда в определенном устройстве скажем так были созданы заданные параметры среды в которой было помещено вещество для исследования свойств плазмы когда плазма приняла форму цепочки днк это общем то не секрет по это секрет полин шинели есть доступная информация в интернете даже фотография есть и а плазма приняла форму цепочки днк вот это что такое было вырастили понимаете нет не вырастили она приняла форму днк то есть получается это информационная составляющая было задействовано и таких вещей там в космосе довольно много именно в космосе начали впервые выращивать белки для препаратов от от рака то есть нужно было вырастить правильные там формы скажем так кристаллов формы кристаллов вещества и это возможно было получить только в условиях микрогравитации я знаю что у нас сейчас уже и на земле здесь есть молодые ученые наши российские которые придумали как это сделать здесь на земле я не буду говорить разглашать до когда-то густая ну кто то что это медицинская составляющая в том числе направлении таких очень и очень много поэтому говорить о том что космос нам не нужен это ну в общем как минимум не умно вот как максимум диверсия потому что мы должны с вами понимать что россия занимает лидирующие позиции и будет занимать в космосе потому что у нас уникальные специалисты у нас думающая нация и нация очень талантливая мы должны об этом говорить и говорить как можно чаще потому что нас пытаются убедить совершенно в обратном мне вот и я хочу сказать что безусловно мы должны рассказывать об этом и наши молодежи я сейчас этим и занимаюсь совершенно точно потому что его нам пытаются внушить какой-то комплекс неполноценности это совершенно не так и даже та же самая международная космическая станция она не могла быть в принципе создана без без нашего участия без россии без наших уникальных специалистов которые просто понимали и знали как это все происходит как это работает почему мы должны с вами вот сейчас самое основное да почему мы с вами должны вообще идти в космос один очень грамотный специалист ученый который работал свое время с сергей палыч королёвом сказал такую мысль что вот ребята сейчас вот почему на луну все рвутся потому что луна у нас есть несколько континентов на планете а луна это еще один континент за который скором времени раза будет развиваться битва это уникальные объекты скажем так где они уникальная площадка на которой можно вести опять же какие-то исследования то есть безвоздушное пространство и много-много-много чего то есть изучение вселенной мы для чего вселенной изучаем понимаем что наша планета рано или поздно исчерпает свой ресурс и нам необходимо будет ведь как когда рыбки вышли до из океана нам нужен будет новый дом и мы в общем-то поисками занимаемся человечество пытается выжить неким образом то есть развиваясь у нас нет другого выхода и выбора но при этом когда мы слышали когда мы слышим постоянно вот марс до луна сейчас понятно вот последнее время а помните про марс постоянно есть вода то нет воды то есть вода то нет воды то есть вода то нет воды и некоторые скептически к этому относятся а некоторые с нетерпением ждут и вдруг на какой другой планете что-то появится то есть действительно среди всех исследований которыми занимаются вообще космонавты всего мира астронавты как угодно действительно идет поиск нового места жизни новых новых площадок базирования а там уже дальше развитие будет идти скорее всего до новых колоний ведь я не зря тот же илон маску приожиданно то да 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 ведь он и он изо всех сил пытается развивать эту тематику и он пытается форсировать так и дается в события если я считаю что это не совсем правильно людей в один конец запускает какую-то может это конечно это пиар акция ну бог его знает проводить а потом вдруг неожиданно все-таки вернуться да нет неожиданно вернуться скорее не получится да потому что эта миссия она достаточно серьезная я считаю что одному государству это достаточно сложно больше кино пока похоже ну пока похоже но я думаю что рано или поздно он может воплотить это амбициозную историю людей только жалко которые вряд ли там смогут долго выжить да и чтобы я еще хотела сказать конечно мы знаем с вами этого касательно ила маска что самые величайшие открытия делали авантюристы по факту когда простите плыли тоже америку открывать ведь не америку открывать плыли а индию это была чистая вода авантюра в итоге видите как сейчас мы сделал небольшую паузу напомню что нас гостях елена олегна серого российский летчик космонавт герой россии сделал небольшую паузу вернемся в студию эта программа открытый диалог напомню что нас гостях елена олегна серого российский летчик космонавт герой россии вот вопрос который она должен был быть первым я решил во вторую часть перенести вообще планировали стать космонавтка или как-то все случайно получилось но случайности год не случайно я планировала работать в сфере космоса я уже оболвилась и где я училась на и на московский авиационный института космические факультеты закончила там увидела объявление от руки написанное было что приглашаются молодые специалисты это еще было скажем так девушка которая московский авиационный институт вы понимаете мне очень нравилось вообще все что связано с инженерией собирает разбирать с папой всегда там где-то в гаражах электрика ну и так далее скажем по швецке не знаю не знаю в кого я пошла но в общем были у меня талант вот такой был я могла запросто что-то смастерить и у меня не было никогда проблем с этим это было с детства вот мне это все просто мне нравилось изучать мне нравилось изучать мир познавать мир где мы живем кто мы откуда одинокий ней ну ну как то вот она сама собой вот это зародилась и любовь к космосу она и тоже была не случайно в я в среде авиаторов жила папа не был летчиком но среди авиаторов конечно вы понимаете когда мне тут самолеты над головой летают и в общем-то не будут пожалуйста эти пилот самолетов ходят они считались у нас элита вообще среди военных вот очень уважаемые люди потом мотивировал конечно еще у нас и школа на в свое время моя первоучительница воробьёва сергеевна сейчас ее же нет конечно в живых царстве небесное она увлекала нас разговорами вот на дополнительных занятиях такие у нас были занятия да 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 это все очень это все оказывало определенное влияние почему сейчас очень хорошо чтобы с ребятами с молодыми занимается тоже в школах рассказывают доводят какие-то определенные знания вот ночью все это вот оно не осталось а как говорится на правильную почву легло и вы пошли в моей можно сказать и так то можно сказать вообще я под я не поступала в германии потому что мы попали под вывод войска мы не успевали приехать сюда в москву чтобы поступить у нас было два варианта идти в мгу или в мои когда я увидел это объявление поехали с будущим супругом с марком он тоже учился в московском институте на космическом факультете мы поехали в центре управления полетами нас встретились уже потом будущее наши руководители вот и молодым специалистам рассказывать вообще чем занимается центре прием полетами какие направления есть какие отделы кто же за что отвечает и так далее так далее но естественно у нас даже не стоял как бы вопрос идти или нет и после института мы пришли и стали там работать и набор объявили в 2005 году я попробовала как бы себя вот в этом направлении решила почему бы не попробовать точнее когда я подала документы на кандидатов кандидаты в космонавты на медицину я прошла быстрее своих товарищей сказали что это вообще в общем то это где-то рекорд в каком-то смысле я сама не ожидала я не могла же предполагать что у меня здоровье вот она в то вот настолько вот позволяет до заниматься приятный сигнал я думаю ну в общем да я только поняла одно что в свое время я свой вестибулярный аппарат уже натренировала на лодочках и каруселях в детстве в гарнизоне это было единственное наше развлечение для детей военнослужащих и слава богу что она вообще была тогда мы расшатали наш вестибулярный аппарат он стал менее чувствительным с этим ко всем перегрузкам то что когда вы находитесь на кресле карелесового ускорения где смотрят чувствительность вашей вестибулярки то это общем то весьма неприятная такая процедура а вы же где-то здесь у нас в люберцах до тренировались нет нет кресла карелесового ускорения она находится у нас в звездном городке в медицинском управлении это там все находится а вот в люберцах то что вы хотите сказать это в томилино уже на этапе скажем то прохождение подготовки к полету непосредственно отрабатывались некоторые элементы первое значит что первое нам изготавливать здесь индивидуальный ложемент изготавливался индивидуальный скафандр сокол в котором космонавты летят на станцию и возвращаются тоже он как спасательный скафандр с элемент спасения значит потом мы проходили здесь отсидку что это такое отсидка в скафандре вы одеваете скафандр вас полностью подстыковывают к аппаратуре которая обеспечивает жизнедеятельность в скафандре надувы и так проину вентиляцию и все такое прочее размещаетесь барокамере там создается полный вакуум соответственно скафандр надувается до избыточного 045 и в течение определенного времени вам необходимо в этом скафандре находиться сидеть ну соответственно также блажементе вы располагаетесь в этом скафандре что насчитать ситка когда скафандр надувается он становится становится очень очень жестким и наибольший дискомфорт вы испытываете под коленной чашечкой потому что там создается ребро жесткости которые очень давит и это неприятно суть от таки в том что во первых понять что как оно будет если вдруг необходимо будет спасаться да с помощью скафандра ну мало ли разгромить и зараза еще что-то какие-то моменты неприятные вот и понять как вот в нем ты себя чувствуешь если вы мы с вами вернемся в томили на то нам этом отрабатываем еще скажем так один из элементов нашей программы космической это выход в открытый космос с работа в открытом космосе огромная уникальная барокамера которая там располагается в этой барокамере располагаются некоторые элементы люков выходных да 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 устроена к система подвесов которые имитируют микрогравитацию надув то есть вот полностью там вакуум создается это как будто бы в космосе там надо передвигаешься до соответственно выполняешь определенные этапы отработки выхода в космос ну честно психологически конечно да это интересная история потому что когда понимаешь что у тебя там внутри вот вакуум это все не это все это все по взрослому очень по-взрослому и не дай бог что специалисты которые работают на по звезда здесь стабильно конечно у это уникальнейшие специалисты благодаря которым мы можем также летать в космос я думаю не у многих стран есть такие замечательные инженеры то есть вы чувствовали их в поддержку и там наверно вы знаете да да это высококлассные профессионалы я хочу сказать они большие молодцы когда вы уже приземлились когда вот когда вот этот самый нам на мой взгляд не очень приятный момент посадки когда было ощущение что дома о чем думали тоже инженерные мысли рабу он нет это мы когда уже приземлились ну то есть когда мы поняли что мы все приземлились вязали с поисковика с поисковиками я там не было такого что вы слава богу мы выжили нет такого не было знаете какой сам был замечательный момент когда я вот потянувшись села на обрез люка мы конечно уставшие были ночное было у нас возвращение ночное приземление и осажались мы когда садились а еще под парашютами был страшный туман мы садились в молоко вообще ребята поисковики как они нас нашли я не понимаю чтобы было вот просто 10 метров ничего не видно их потом кстати на к наградам ребят предоставили большие умнички и вот я когда уже себя в это самое поднималась на обрез люка садилась я ощутила морозную свежесть вы не представляете как мне хотелось вот этого глоток морозного свежего воздуха именно в этот день там опустилась температура вот как по заказу и вот вот это вот морозная свежесть она была я когда вдохнул вот этот глоток сделала этому позже мы какое счастье вот так хочется иногда вот это вот вы работаете сейчас советником губернатора московской области в ранге министра что-то что входит ваши обязанности скажем так чем я занимаюсь а я могу сказать что конечно сейчас одной из насущных задач наши это наша специальная операция и самом начале когда только все вот это вот начиналось а было очень много беженцев все подмосковье и все наши муниципалитеты были направлены на то чтобы занимались тем где разместить беженцев вот я была среди наших членов команды которые занимались вот этим размещением и главы в чем ведение на территории которых находились допустим детские там зароли оздоровительные лагеря ну где вот все происходило размещение конечно история очень тяжелая когда подъезжает автобусы и в основном конечно спускаются это пожилые люди старики и дети бабулечка 1 там ее уже за 80 она кое-как сама бедная идет у нее внучка а внучка с переноской там где кошка с собачками то есть но люди просто вот убегали хватали все что вот было то что мне вот да целыми семьями и конечно то такая трагедия была вот честно говоря до слез просто до слез достаточно часто обращаются знакомые бойцы которые когда-то просто вот со мной пересекались а здесь в миру а вот и сейчас они там находятся за ленточкой вот и обращаются что тлен помоги пожалуйста вот здесь помоги нам нужно вот тот а тот и просто находишь какие-то пути где можно достать что-то из аппаратуры за оборудование где-то может быть дополнительно а вот а где-то просто помощь нужна в какой-то коммуникации и начинаешь вот таким вот образом помогать и вот в завершении насколько я понимаю вы же праздновали новый год в полете но мы отмечали новый как как это происходит можно отметить 16 раз у нас станция делает 16 оборотов в сутки вокруг земли и наши специалисты с центра подготовки к смо и центр управления полетами россии сделали нам расчет в какое время при прохождении новый год да 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 вот когда конкретно у нас вот каждый раз новый год наступает ну понятно что нас раз мы не праздновали ну ваше 7 и да 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 ну там питание то было и специально или нет ни специального не было нам на тот момент и прислали бонусы там мандарины были грейпфрукты были ухты то есть был такой ощущение на ощущение как без бандаринов на елочка какая-либо была у нас вот такая елочка была такая вот тоже пушистая но только маленькая маленькая елочка и мягкие игрушки стекло туда нельзя ни в коем случае и что самое интересное это елочка она была одна на всю станцию мы с американцами и и так по очереди таскали друг другу надо было поздравление снимать какие-то я не то же самое видео записывали выходить на вагу и конечно ну мы уже как бы уже потом отмечали все вместе по этому елочка была в одном месте также для меня отшили платье снегурочки я нашла такую блестящую мишуру одела ребята колпачки деда мороза натянули там кстати здесь мешок большой мешок в котором вот это все умещается знать как мы дома с вами складываем игрушки точно также вагу днем да там огромный вот такой мир мешок чего там только нету ну то есть фотография где вот как снегурочка там зависли ребят со мной антон шкаплеров и саша смогутяев александр хвост макутяев еще у нас традиционная как раз на рождество с нами выходил на связь наш патриарх святейший патриарх кирилл и был сеанс у нас общение у нас поздравлял отсюда с земли с рождеством да это было настолько запоминающийся момент потому что но не каждого до святейший патриарх вот так персонально поздравлять очень много всего рождество космос патриарх все да 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 ну зуб слову сказать у нас и иконы находятся на борту станции с нами летают иконы там они присутствуют освещая землю 16 раз за сутки в общем то они постоянно находятся там и для нас конечно это знаково тоже вот вот это рождественские праздники были ну и у нас прекрасная возможность когда человек который отметил новый год и столько времени прошло наверно даже может какой степени было грустно прощаться уже с космосом когда возвращались или уже домой хотелось нет было грустно если честно прощаться потому что все таки станция стала как уже как второй дом и даже сейчас когда я смотрю какое-то видео показывают по телевизору как там ребята вообще поздравления какие-то они говорят или еще что-то смотришь на стены сразу же там что там а внутри все на местах лянзор водится да как как оно там все ну возвращаемся на землю потому что очень приятно что или налег на может сейчас поздравить вот любую камеру выбирайте левую среднюю поздравьте всех с наступившим новым 2024 годом прошу дорогие друзья я хочу от всего сердца поздравить вас наступившим 2024 новым годом я хочу пожелать всем космического здоровья новых профессиональных орбит конечно же любви и счастья мира над головой чтобы у у вас всегда было тепло и светло на душе чтобы ваши родные и близкие вас только радовали чтобы в первую очередь все были живы и здоровы и вас новым годом и вашем лице всех кто занимается космосом и тех кто был в космосе тех кто в космосе тех кто собирается в космос всех тех людей которые вам помогали всех это огромное количество людей такая штучная профессия потому что все заточено под результат ну а вам пожелать нести вот этот свет который вы несете вы же звезда в прямом смысле этого слова потому что вы из космоса прилетели и чтобы вы рассказывали обо всем том что вы сегодня нам только часть поведали потому что очень важно вы сами сказали что когда-то вам просто преподаватель даже позволил понять что чего хочется это когда чек что-то рассказывает на кого-то на эту почву может очень хорошо наложиться и мы может быть получим в лице тех людей с которыми общались новых космонавтов они нам нужны ведь космос мы только начали исследовать правильно спасибо большое конец это была программа открытый диалог всех с наступившим новым годом студии у нас была елена олегна серова российский летчик-космонавт герой россии советник губернатор московской области в ранге министра всего доброго до свидания